Здравствуйте, ребята! Я знаю, что в последнее время было много шума, но на случай, если кто-то живет в пещере, мы уже находимся в окне принятия с 8 по 10 января. Биткоин и ETF стучатся в дверь комиссии по ценным бумагам и биржам США, и эти двери могут открыться уже завтра. Друзья, выделите 2 секунды, нажмите на кнопку «Мне нравится», это очень поможет каналу. Один лайк — это 10 показов. В твоих силах повышать популярность криптовалюты. Итак, вот оно. Вот почему мы здесь. Вот зачем мы встаем по утрам. Вот к чему все сводится. Ведь в пятницу все, кто подал заявки на запуск собственных спотовых биткоин и ETF, должны были подать окончательные обновления. И сейчас мы видим, как эти обновления заполняют веб-сайт SEC. Этот процесс обычно занимает от нескольких дней до двух недель, пишет эксперт по ETF в Блумберге. Однако SEC значительно ускоряет процессы на этой неделе. Также он пишет, что именно поэтому, с его точки зрения, шансы на одобрение биткоин и ETF очень высоки. BlackRock, ArkInvest, Fidelity и другие находятся в состоянии войны. И эту войну они объявили. Они соревнуются в том, кто сможет предложить более дешевые комиссии в своих биткоин и ETF, зная, что на них будет спрос. Это борьба за конкурентов. Они конкурируют за бизнес. Так что же будет дальше? Послушай мнение того, кто активно в этом участвует. Кэти Вуд из ArkInvest, компания, которая тоже ожидает решения по запуску собственного спотового биткоин и ETF уже завтра. И вот что она говорит. Верите ли вы, что ваша заявка будет одобрена и почему? И какие переговоры по этому поводу вы вели SEC? Дайте нам понять, что происходит. Что ж, мы думаем, что вероятность того, что биткоин и ETF будет одобрен на этой неделе достаточно высока. И причина, как мы уже говорили, в том, что SEC на самом деле после длительного отрицания, наконец, начала задавать вопросы. Очень хорошие вопросы, очень подробные, технические вопросы. И я думаю, что они получили все ответы, которые им были нужны. И мы были частью этого процесса. Итак, давайте предположим, что SEC одобряет вашу заявку. Какое влияние это окажет на рынок? Я имею в виду, что мы все заметили этот рост биткоина, который произошел с тех пор, как BlackRock объявила о своем интересе. Все из-за ожидания спотового биткоин и ETF. Может ли это привести к продаже на новостях? И что произойдет, если мы получим одобрение? Я думаю, что так много людей сейчас ожидает распродажи на новостях, что ее может и не быть. Кто-то говорит, что это событие уже заложено в цену биткоина. На очень краткосрочной перспективе, откуда нам знать? Все, что мы знаем, это наш пятилетний план инвестиций. Мы считаем, что денежные потоки в этот новый класс активов, особенно институциональные, ну и розничные тоже, будут существенные. Им даже не понадобится вкладывать слишком много денег, чтобы цена взлетела, так как биткоин будет становиться все дефицитнее. У себя в Телеграме я написал свое мнение по этому поводу. Вкратце, меня не интересуют реакции цены на принятие или отклонение биткоин-ИТФа. Я смотрю в долгосрочную перспективу. А на долгосрочной перспективе спотовый биткоин-ИТФ в Соединенных Штатах делает биткоин официальным, законным и полностью регулируемым активом. Что, конечно же, не может не радовать. Итак, подавшие заявки на запуск спотовых биткоин-ИТФ компании только что опубликовали свои комиссионные на биткоин-ИТФ. И, честно говоря, эти комиссии настолько низкие, что ИТФ будут торговаться с очень узким спредом, разбросом между покупкой и продажей. Да еще и без комиссии на большинстве платформ. Поэтому не удивляйтесь, если война комиссии выльется далеко за пределы просто лишь биткоин-ИТФов. Пишет все тот же специалист по ИТФам в Блумберг. Что это значит? Это означает огромную победу для инвесторов. Я помню, как люди говорили, что спотовые биткоин-ИТФы представляют собой инструменты по выкачиванию денег создателями этих ИТФ. Очевидно, что это не так. Такой узкий спред просто не позволит этого сделать. Но зато он является выигрышем конкретно для инвесторов этих ИТФ, а не их создателей. Это также окажет реальное давление на криптовалютные биржи. На многих биржах комиссии гораздо выше заявленных для биткоин-ИТФов. Просто задумайся, кто из институциональных инвесторов будет работать через Coinbase, если комиссии там выше, чем в условном биткоин-ИТФе от Арк Инвеста, где они ниже. Но почему комиссии такие низкие? Потому что мы видим борьбу за получение первых клиентов. Они, вероятно, ожидают сразу же большого спроса и хотят, чтобы конкретно их биткоин-продукт был привлекательнее. Давай поговорим о спросе, о капитале, о деньгах. Многие этого не заметили. Но банки, крупные финансовые институты и управляющие активами покупают биткоин прямо сейчас. Давай начнем с этого отчета за последнюю неделю. Это потоки инвестиций в криптовалюты через фонды, которые специализируются на вложениях в цифровые активы. И как мы видим, в биткоин за последнюю неделю вложили очень много. 112,6 миллиона долларов. На втором месте эфириум почти 30 миллионов. А затем идут Cardano, Avalanche и Litecoin. Биткоин-продукты, связанные с фьючерсами на продажу или открытием шорт-позиций, наоборот, наблюдали отток средств в размере почти 1 миллиона долларов. Антирекордсменом стала Solana, из которой вывели 5,3 миллиона долларов за неделю. Теперь поговорим про управляющих активами. Здесь все еще интереснее. Осведомленные источники сообщают, что BlackRock уже собрала более 2 миллиардов долларов клиентских денег для своих спотовых биткоин-ИТФов, чтобы немедленно вложить эти деньги в спотовый биткоин-ИТФ в первую же неделю после запуска. Другие подавшие заявки, такие как, например, OneNec и Bitwise, приготовили уже 72,5 миллиона долларов и 200 миллионов долларов соответственно. Теперь мы также знаем, что, так или иначе, но некоторые банки инвестируют в криптовалюту напрямую, даже сейчас, не имея толковых, законных и безопасных инструментов. На самом деле они реально владеют физическими криптоактивами. Мы получили этот отчет от BCBS, который показывает, что банки по всему миру покупают криптовалюты сейчас, когда все отвлечены слухами о том, что SEC может отклонить все заявки на биткоин-ИТФ завтра. Банки купили Ripple на 205 миллионов долларов. Но кроме этого, 19 банков по всему миру купили криптовалюту на 10,27 миллиарда долларов. Грубо говоря, каждый из этих 19 банков потратил 540 миллионов долларов на криптовалюту. И 2% из этой суммы они потратили на XRP. Посмотри на график. 56,1% всей суммы банки инвестировали в биткоин. Это около 5,8 миллиарда долларов. И это прямые инвестиции в биткоин, а не владение каким-нибудь там биткоин-прокси, вроде тех же акций микростратегии или грейскейл биткоин-траста. Это покупка настоящего биткоина. В этом отчете описано поведение 19 различных банков, 10 из которых находятся в Америке, 7 в Европе и 2 в остальных частях света. 32,8% суммы было инвестировано в эфириум. Далее Polkadot, Ripple XRP. Также банки купили Cardano, Solana, Litecoin, Stellar и Binance Coin. Удивительно для меня, что банки инвестируют в Litecoin, Cardano и Binance Coin. Биткоин и эфириум абсолютно понятны, и даже Ripple XRP, так как многие банки с ним работают. Stellar это сестра XRP, что тоже понятно. В любом случае, я люблю копать немного глубже, чтобы понять, что делают крупные организации банки. А они, пока все отвлечены ETF-драмой, покупают криптовалюту. И я бы обратил свое пристальное внимание на те монеты, которые они берут. Потому что большая часть денег, которая будет поступать в криптовалютный рынок от крупных организаций, вероятно пойдет в биткоины. Но затем, как можно понять, будут следовать эфириум, XRP и остальные. Я не удивлюсь, если в будущем мы увидим спотовые ETF в США не только для биткоина, но и для ряда альткоинов, начиная с эфириума. На этой неделе биткоин ETF сага наконец-то подходит к переломному моменту. Если вы, как и я, были в биткоине достаточно долго, чтобы вспомнить времена, когда каждое крупное финансовое учреждение называло биткоин пузырем и мошенничеством, вам, скорее всего, немного сюрреалистично видеть разговоры про принятие биткоина всеми этими учреждениями. Наслаждайтесь представлением на этой неделе, пишет OnChain College. Вчера Гэри Гэнслер также выпустил это большое и длинное предупреждение инвесторам в криптовалюты. Очень странная публикация, особенно учитывая, что завтра последний день решения по спотовому биткоин ETF от Arkinvest. Я думаю, у нас есть где-то от восьми до одюжины заявок на запуск спотового биткоин ETF. Полагаю, у нас одновременно появится несколько спотовых биткоин ETF. Я думаю, что в январе будут одобрены спотовые ETF. Это станет главным катализатором. Это определенно вызовет шок спроса. Трансформация Grayscale биткоин трастов в спотовый ETF – это начало больших возможностей в США. BlackRock, Fidelity, Arkinvest, Grayscale, Invesco, Hashdex, Wisdom3, Franklin и другие – это не финиш. Одобрение спотовых биткоин ETF-ов завтра, возможно, тоже не финиш. Многие ошибочно думают, что это цель нашего путешествия, но это не так. Это только начало. Например, на пенсионных счетах в США хранится много денег. Многие люди даже не осознают, насколько много. Огромное количество людей в восторге от потенциального спотового биткоин ETF, но мало кто из них понимает, какие суммы возможных инвестиций он открывает для биткоина. Пенсионные аккаунты и планы в США насчитывают 37,8 триллиона долларов, из которых 11,5 триллионов хранится в индивидуальных счетах, а 26,3 триллиона в пенсионных планах, которые спонсируются работодателями. Такие пенсионные планы являются не только накопительными, но и инвестиционными. То есть деньги из этих планов инвестируются в фонды ETF по выбору сотрудника из доступных предложений ETF. Итак, 26,3 триллиона долларов, представь себе выделение всего 1% на спотовый биткоин ETF. Это 260 миллиардов долларов, поступающих в биткоин. И я не говорю, что это произойдет прямо сейчас или что-то в этом роде, но на длинной дистанции, от 3 до 5 лет, это вполне возможная перспектива. Пенсионные планы могут инвестировать в биткоин ETF, если увидят в этом выгоду. Биткоин в этом году превзошел большинство активов. Разве это не кажется выгодным? Многие миллиардеры называют его хеджем инфляции, побегом в качество от геополитической напряженности и так далее. Сумма богатства США составляет 136,8 триллиона долларов. Немалая часть этой суммы связана с недвижимостью, с неликвидом, но большая часть это наличные деньги. И на этой неделе мы увидели, что общий объем денежного рынка сегодня вырос на 78 миллиардов долларов. И сейчас он составляет практически 6 триллионов долларов. Так что это значительная сумма денег, которая просто лежит в стороне и ожидает какой-то возможности для инвестирования. Многие люди просто сидят в фондах денежного рынка, потому что сейчас они получают за это 5%, но мы знаем, что есть хороший шанс, что ФРС снизит процентные ставки уже в этом году. И что будет, когда держать деньги в фондах денежного рынка под сниженную ставку станет менее выгодно, чем инвестировать их в такие активы, как биткоин? 6 триллионов долларов. Внушительное число, не правда ли? Так что это не конец, это только начало. А поскольку альткоины повторно тестируют многолетний диапазон накопления, и в случае удачного ретеста, что нас будет ожидать? То, что произошло и в прошлый раз, вот здесь. Этот трейдер пишет, я не думаю, что конечный результат на этот раз будет сильно отличаться от того, что произошло в 2020 году. Подпишись на канал. Новая информация выходит ежедневно в Телеграме. Видеоролики выходят здесь на регулярной основе. И бонус в конце видео. Джим Крамер сказал, что биткоин достиг пика. Учитывая инверсивность его прогнозов, это бычий сигнал. Но это не финансовый совет. Меня зовут богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...